Если вы на какое-то время отпускаете пациента, вот он временный мостик, человек ходит с зубами, у него там все приживается, у него там все формируется, все довольны, все смеются. Вы все можете контролировать. Если что-то происходит, какие-то изменения, это пластмасса. И мы все это можем, можно ее насловить. Мы можем что-то там подправить. Все, что мы хотим, мы можем с этим работать. То есть на этом этапе у пациента есть возможность, во-первых, представьте, если это вся беззубая челюсть, то есть это формирование прикуса, то есть что-то там происходит. Мы можем наслоить. Человек может определиться с фасоном, человек может определиться с формой зубов, с цветом, какой он хочет. То есть это все, вот, это такой предварительный момент, но он очень важный, потому что отработав все на временных коронках, мы с этим поколем делаем потом уже постоянно ортопедическую конструкцию. Чтобы не было такого, что вот мы сейчас, ой, а я думала у меня будет так, а будет по-другому, а почему так, а почему не так. Все эти моменты у нас есть возможность отработать на временных коронках. Отвинтили, прикрутили, подправили, сделали все, что угодно. Но не надо забывать о том, что они временные. И пациентов тоже надо, конечно, правильно ориентировать, что это временная конструкция. Потому что, когда делается временная конструкция, а через полгода говорят, ой, вы знаете, у меня сломались зубы, вообще безобразие какое, давайте, вот что же такое. Через год. Это тоже неправильно. Поэтому, если это длительное ношение, там армируется, то есть это может быть, или то и армирование, и любого вида армирования, это все заранее оговаривается. Это уже нюансы такие рабочие, и в общем, они, наверное, больше имеют отношение к затратам, да, к материальным, скажем так. Потому что принцип от этого не меняется. Что еще мы можем делать? Как мы еще можем использовать импланты системы EMPLAY? Что у нас есть хорошее? Вот опять-таки, так как это у нас беззубая челюсть, мы на ней можем продемонстрировать. Мы можем, помимо того, что мы можем сделать в дальнейшем, постоянно, конструкцию. Это могут быть, вот используем выжигаемые аббатменты, это можно сделать винтовую фиксацию. То есть, вот, эта пластмасса, на ней моделируется. Давайте подробнее вынимаем эту штуку и покажем. Я ее отправлю, я отправлю же все это. Модель вся пойдет по рядам. Я просто сейчас это расскажу и отправлю, чтобы это было понятно. Вот, это будет, вот, используя этот выжигаемый аббатмент, мы можем сделать любую винтовую фиксацию, да, любую, абсолютно. То есть, мы на нее намоделировали, отлили, и дальше облицовка металлокерамикой, керамика этого металла, и все. У нас получается вот несъемная конструкция. Можем делать... Эти заготовки есть как для одиночных кораллов, так и для мастовидных протезов. Да, отличаются они только чем? Надо смотреть на посадочное место. Так как это шестигранники, то есть, соответственно, для одиночек шестигранник присутствует обязательно. Вот он, вот его, видно? Сейчас я пытаюсь поймать. На одном месте положите, держите. О, видно, что он шестигранник, да. Вот, когда это для мостов, наоборот, шестигранник отсутствует. Вот она, вот смотрите, вот он круглый, вот сейчас. Иначе вы не посадите никогда. Ну, то есть, это достаточно муторная работа, да. А так, сами понимаете, этого не бывает. Вот, поэтому мы для мастов используем без шестигранника. Это самый простой способ изготовления винтовой фиксации мастеринных протезов. Самый простой. Проще. То есть, мы устанавливаем пластиковые. Самый дешевый. Самый дешевый. Металлотерамической конструкции и отдается в литье. Литье приходит в технику, он его высаживает. Ну, это уже, да, нюансы такие. То есть, это обычно, вот, как бы работа в лаборатории, как любая терамика, металлотерамика, да. Это принципиально. Ну, это именно для литья. Вот, вот, титановых абатом. Так, надо четко понять, что данный вид фиксации будет называть контакт кобальтохрома либо нигель хромового сплава непосредственно к шейке имплантанта. Да. Это наоборот, тогда уже из-за зора там не будет, фактически. С одной стороны... Можно золотую сделать. Можно сделать золотую. Можно сделать золотую. И, в принципе, это более правильно. Тогда можно определить... Там цемента не будет. Да. Да, правильно, цемента. Там цемента не будет. Это, ну, сами понимаете, винтовая фиксация, она имеет свои плюсы, как и минус. Ну, то есть, при определенных показаниях она, да, вот... Вот я просто рассказываю, как это можно делать, да. А уже о показаниях квинтовой и цементной фиксации уже Дмитрий Романович расскажет сам, да. Есть еще вариант в этой системе. Он чуть более дорогой. Может быть, он более хороший. То есть, мы на тот же абатмент фиксируем... Где моя штучка? Вот она штучка. Вот специальным ключиком мы фиксируем. Вот такой вот позиционер. Видно? Видно. Видно, сфокусировался. Можно спросить, чуть-чуть вот здесь, справа получается. Да, вот тут с краями. Так? Видно? Если можно, даже с термоотвертой. С термоотвертой еще чуть-чуть. Все, спасибо большое. Видно? Супер, даже сфокусировался. Давайте вот я модельку сюда поставлю тоже. Вот. Мы берем, мы его фиксируем. Обычно специальным ключом при винтиле. И дальше мы работаем уже как с обычной, опять-таки, с винтовой фиксацией. Тут прелесть в чем? В таких ситуациях обычно используют мультиюниты, да? Подождите, много новых слов. Мы внутреннее соединение переключаем на внешнее. Если у нас предыдущая винтовая фиксация, которую мы показывали, она идет за счет внутренней шахты имплантанта, и конструкция прикручивалась непосредственно к имплантанту, то здесь идет переключение на внешнее соединение. Но плюс в чем? Она титановая, во-первых. Это факт. Если вы обратили внимание, что в предыдущей ситуации там разница материалов, то тут она титановая. Соединение, то есть титан-титан. Есть еще один плюс. Обычно, когда используют мультиюниты, да? То есть нам нужны специальные трансферы для мультиюнитов, специальные аналоги для мультиюнитов. Здесь они не нужны. Здесь вот вы однажды купили ключ, вот специальный для этого, и все. И дальше просто уже, ну, а дальше все как обычно. Тоже вот зафиксировали специальную пластиковую заготовку, сделали, уже там отлили или что-то там. Что вы хотите сделать? Выкрусили фиксирующую винта вот когда... Поэтому я считаю это плюс. Тут может быть изначальное вложение есть, да, вот купить эту отвертку, но зато потом оно все это вот... Конечно, конечно, плюсы тоже присутствуют. Но вот разные решения одной и той же ситуации, собственно говоря. Для чего вообще вот эта вот вещь нужна, которая переключения платформы? Это сделано для того, чтобы сделать фиксацию двух, трех и более имплантантов с наименьшим напряжением на супраструктуру. Потому что когда мы сильно конвергированные, ну, то есть развернутые имплантанты прикручиваем непосредственно к конструкции, с имплантантом прикручиваем, возникает сильное напряжение. Здесь внешнее соединение, и оно переключает это напряжение за счет того, синяя отвернут sieht как Геннадийских сил. Suddenly мы они себе четвертку по повышению, так- Ta- Ha, прям transit большие места, геннадийские силы. И толькоoro у меня сейчас,